Как правильно надевать жилет, что делать, если человек тонет? В городе детства ребята себя попробовали в роли спасателей. Занятие, посвященное правилам поведения на воде, состоялось в рамках последней тематической недели проекта в этом сезоне «Недели безопасности». Подробнее Мария Зварова. Закрываем все защелки. Да, вот защелка. Одну, вторую защелку. И существует третья для детей, для того, чтобы, когда прыгает ребенок в воду, чтобы жилет не всплыл, вот она для этого находится, эта защелка, это третья защелка. Вот этот жилет одет. Также на жилете есть светоотражающий знак, а в правом кармане – свисток. Все это нужно для того, чтобы утопающего могли быстро отыскать в темноте. Спасательная операция развернулась прямо на площадке города детства. Ребята с помощью каната и макета круга отрабатывали технику спасения человека из воды. Теперь юные спасатели знают весь алгоритм действий в ЧП на воде. Надо брать свисток, свистнуть, чтобы он тебя увидел, и потом кинуть спасательный круг и вытаскивать его, чтобы он не утонул. Такую спортивную игру для участников города детства организовали сотрудники ГИМС и представители Всероссийского общества спасания на водах. Они объяснили ребятам и как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и повторили с ними основные правила поведения на воде, где можно купаться, а где нельзя, что обозначает цвета быков и другие спасательные знаки. Вода – это такое же опасное место, как и дорога, проезжая часть. На дороге мы учим детей знать правила дорожного движения и соблюдать эти правила. Соответственно, и на воде мы должны знать правила поведения на воде и соблюдать эти правила. И задача как раз и родителей, и вообще взрослых – рассказать детям о тех опасностях, которые могут их ждать на воде. Такие интерактивные занятия в городе детства будут проходить до конца недели. Сотрудники ГИМС побывают еще на нескольких площадках. Также вологодские каратисты проведут для детей уроки самозащиты. Напомним, в этом году в Вологде работали 30 игровых площадок, на которых проходили различные тематические недели, посвященные танцам, русскому языку, профессиям экологии. Завершится шестой сезон проекта награждением самых активных участников проекта 1 сентября на площади Революции. Мария Зварова, Максим Дышковец, Вологда Портал.